Спасибо за терпение, Химако. Не за что, Келакера. Теперь иди отдохни, ты это заслужила. В смысле? Она говорит, иди отдохни, а нам с Вальтом поговорить надо. Отдыхаем. Всем привет! Вы на канале Девплей, и мы продолжаем проходить Звёздную железку. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно плавно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. Погнали! Так, нам надо подойти и поговорить с Химакой. Команда Экспресса вступает на путь освоения. Мы путешествуем между мирами, подобно нитью, вплетённой в историю жизни других людей. Вселенная огромна за пределами нашего воображения. Это чудо, что наши пути сходятся. Тот факт, что мы знакомимся и путешествуем друг с другом, можно рассматривать только как замысел судьбы. Спасибо, что стала нашим попутчиком, Келакира. Я сделаю всё возможное, чтобы ответить на любые твои вопросы. Ёптвоё. Мне бы хотелось поговорить о последней битве с Коколей. С удовольствием. Часто те, кто вовлечён в исторические события, не имеют возможности взглянуть на вещи с более широкой точки зрения. Надеюсь, что как сторонний наблюдатель смогу помочь тебе хоть немного. О пути сохранения. Клипот Эон Сохранения известен своим безразличием. Если ты не фанатик, как ты из корпорации, будет трудно получить частичку силы Эона. При исполненной решимости сохранить мир, который они любят, архитекторы продержались сотни лет. Но по мере того, как фрагментум продолжал распространяться, их и без того пошатнувшаяся вера начала давать трещины. А вот верховная хранительница Коколия вообще отказалась от пути сохранения. Ты же стояла на своём и доказала свою веру в повелителя Янтаря. Судя по тому, как развернулась битва, Клипот откликнулся на твоё желание. Его взгляд наделил тебе силой владеть оружием верховной хранительницы и усмирять Колосса. Хочу поблагодарить тебя за поддержку в битве. Пустяки. Мы с Вальтом хоть и оставил, и оставались на экспрессе всё это время. Но мы наблюдали за вами с тех пор, как ступили на Ирила 6. Друзья заботятся друг от друга. То же самое касается и нас, безымянных. Помни, где бы ты ни находилась во вселенной, экспресс всегда будет твоим надёжным тылом. Источник силы Коколия. Без сомнения, это Стелларон. Всё, что у меня есть на данный момент, говорит о том, что, вероятно, Верховная Хранительница подвергалась коррозии Стелларона в очень юном возрасте. Вот исток всех последующих трагедий. С другой стороны, мы не можем судить Коколию слишком строго. Представь, если бы тебе или мне пришлось сидеть на троне и наблюдать, как город медленно приходит в упадок. Разве мы не подвергли бы сомнению то, во что мы верили? Давай о чём-нибудь другом. Ерила 6 сможет восстановиться? Вальта бы лучше получилось ответить на этот вопрос, но если тебе интересно моё мнение, я думаю, что это маловероятно. Это возможно, но займёт много времени. Из вашего отчёта я поняла, что новая верховная охранительница Белобога умная молодая леди, обладающая лидерскими качествами, но важнее то, что после путешествия с вами она начала понимать свой народ. Твердая и искренняя поддержка, которую она получает от окружающих, также будет чрезвычайно полезной. Но судьбе нравится играть с людьми, даже если они при жизни добьются какого бы то ни было процветания Ярила-6. Они останутся уязвимыми и беспомощными перед бесчисленными угрозами вселенной. мы можем только передать им наше наилучшее пожелание издалека. Что стало со стелароном? Уничтожить стеларон практически невозможно, никому даже Герке не удалось найти способа разрушить его структуру. Лучшее, что сейчас можем сделать, это предотвратить разлив его энергии. Когда верховная охранительница была побеждена, и стеларон, который передавал ей энергию, на короткое время обнажил свою слабость и мы с Вальтом смогли его сдерживать. Это все, что мы можем сделать со стелароном. На данный момент он под контролем. Когда его сила вернется, лишь вопрос времени. Но эта краткая передышка должна позволить людям на этой планете исцелиться и восстановиться. Спасибо за терпение, Химака. Не за что, Киллокера. Теперь иди отдохни, ты это заслужила. В смысле? Она говорит, иди отдохни, а нам с Вальтом поговорить надо. Отдыхаем. Твоя первая первопроходческая экспедиция завершена. Как ощущения, Киллокера? Будь то радость или боль. Успех или сожаление, все это честь путешествия. Эти чувства будут сопровождать тебя до тех пор, пока ты идешь по пути освоения. И однажды ты к ним привыкнешь. Кажется, ты что-то хочешь спросить, не стесняйся. Я бы сам хотел услышать свежую точку зрения. Какой бы разговорчивой ни была Химака, у нас почти закончились темы. Ёбаньки воробаньки. Фрагментом вечная мерзлота исчезнут? Боюсь, что нет. Как я уже говорил, влияние стеларона на Ирила 6 более глубокое, чем мы считали. Я не думаю, что борьба Белобога с затяжным... с затяжными последствиями стеларона закончатся в ближайшее время. Но баланс сил немного сместился в сторону человечества. И решающим фактором являются надежды, которые вы породили. Надежда невидима и неосязаема. Но не стоит её недооценивать, ибо сила, которую она дарует безгранично. Как и стеларон, это семя, которое может вырасти во что-то гораздо большее. Но на мой взгляд, плоды, которые принесёт надежда, окажутся гораздо более... окажут гораздо большее влияние, чем плоды стеларона. Пора назвать тебе причину, броня! Вот как? Что ж, я думаю, ты поступаешь правильно. Лучше двигаться вперёд с грузом знаний, чем идти по опасному пути со слепым оптимизмом. Я смутно помню далёкий мир, где его жители каждый день сталкивались с невообразимой опасностью. Но они раз за разом спасали свою планету мудростью и мужеством. Это говорит о том, как много могут изменить обычные люди. Я надеюсь, что Ирила-6 тоже это понимает. Будь ты с нами, всё бы прошло куда легче. Я тоже хотел пойти с вами, но Химако настояло на том, чтобы дать вам возможность справиться самостоятельно. Я наблюдал за происходящим с экспресса и должен признать, что пару раз я покрывался испариной. И я был рад, когда вы встретили друзей, которым можно доверять и с которыми не страшные трудности. Вы молодцы. А вот Химако всё время сохраняло спокойствие. Она убеждала меня доверять вашим решениям. И она оказалась справа. Зре я так сильно переживал. Было приятно поболтать господин Янг. И мне. А теперь отдохни, ведь скоро вас ждёт новое путешествие. Можно теперь отдохнуть? Блять, нет. от. Сука. Пом-пам, мы вернулись. Тихо. Пом-пам проверяет стабильность звёздного пути, не мешай. Да-да, я тоже рада тебя видеть. Пространственные показания восстановления обычного участка. Стабильность звёздного пути продолжает увеличиваться 56, 57. Показания стабилизировались, можно отправляться. О, добро пожаловать обратно на экспресс. Вы выполнили свою миссию первопроходцев. Экспресс благодарит вас за помощь. Пиздец, как дела на экспрессе? Благодаря вам пространственный разрыв затягивается и звёздный путь стабилизировался достаточно, чтобы мы могли отправить экспресс. Что же касается самого экспресса, то пом-пом всё тщательно проверила и всё исправно. Ой, я забыла сувениры для тебя. Не бери в голову, вряд ли на Ирила шейс было что-то стоящее. К тому же ты впервые участвуешь в миссии освоения, так что на этот раз пом-пом прощает. Но больше не забывай пом-пом. Пом. И куда мы теперь? Пункты назначения объявят на совещании по навигации. пом-пом. пока отдохни и будь на связи. Мне бы сок для марта. Ой, пом-пом, чуть не забыла. Вот, только не пролей. Спасибо, проводник. Проводник, а когда отправляемся? Прямо сейчас. Чтобы аномалия не повторилась, нам нужно поскорее отправиться в более стабильный район. в целях вашей безопасности пожалуйста не покидайте своего места пока экспресс не наберет скорость. Ладно. Под палящим рассветным солнцем. Эй, мы музяка получили. Неожиданное приглашение. Чего? Раз, раз, раз. Самое время отправиться в путь пассажиры. Благодаря трём первопроходцам активность фрагментума достигла самого низкого уровня и показания касающиеся состояния звездного пути вернулись к норме. Экспресс скоро отправляется. Мы покидаем Ерила-6. Прошу всех занять свои места и попрощаться с этой планетой. Ура. Ло-Фу-Сен-Джоу Дом Кандалов. Ой, а какой ты грозный. О, генерал! А то у меня уже есть. Еньцэн? Да, генерал. Присмотрись как этому человеку. О. Ты меня помнишь? Помню. Из пяти людей трое должны заплатить. Цэнь Йонь, ты не один из них. Что? Из пяти людей трое должны заплатить. Ты один из них. Что? Секунду, я уже иду. Кила Кира, я тебе говорила, дрыхнет без задних ног. Мы на экспрессе можем не спать сутками напролет, но уж если задремлешь, то отоспишься за все время. Тебе бы давно пора было этому научиться, в любом случае, нам не стоит торчать в коридоре. Проводник сказала прийти на собрание по навигации. Место тоже лучше бы нам не опаздывать. Пойдем скорее. Кстати, любишь кататься люби санычки возить килокера. На этой неделе ты моешь чашки. Вот сука. В комнате тихо никто не отзывается. на и ладно. Так, тут а сюда коньки? А там интересно, а че меня туда не пускают? Сволочи. Ладно, на улицу выйти нельзя. Так. А! Доброе утро, Келла Кера. А ты пунктуальная. Доброе, Химака. Ох, даже и не припомни, когда последний раз мне так вежливо отвечали. Освоение Яриила 6 закончено, а Звездный Экспресс отправляется к следующей планете. А можно в отпуск? Это ну тебе не похоже, Келла Кера. Как же и Стеларон в твоем теле? Разве не хочешь от него избавиться? Так, собрание вот-вот начнется. И кто собираться-то будет? Дорогие товарищи, собрание по навигации прыжка начинается. Во-первых, Пум-пум хочет поздравить вас, безымянные, с успешным решением проблемы на этой остановке. Экспресс может отправляться дальше по Звездному пути. Но мы и правда справились, да, Келла Кера? Ага. Настало время проводнику то есть мне озвучить следующую остановку. Так давай. Давненько не виделись, друзья со Звездного Экспресса. Я Кавка. Удачное время выбрала. Все здесь. Ну, почти все. Нет, нужно представляться. Охотники за стеларонами. Химека, да? Прошу прощения, что помешало вашему собранию, но выслушав мою просьбу, вы простите мне мою держись. Хочу попросить вас изменить пункт назначения. Я видела тебя, охотница за стеларонами. Правда, на плакате с разыскиваемыми преступниками в корпорации. За тебя живую или мертвую назначена немалая награда. Ты хоть знаешь сколько? Меня это не волнует. Хотя награда корпорации это комплимент а не оскорбление. Чем больше цифра, тем приятнее. Вы разыскиваемые преступники очень оптимистично. Выходит, что Герта вас похвалила. Один псих Элия, утверждающий, что может предвидеть судьбу и его команда душевнобольных охотники за стеларонами ищут самые опасные вещи во вселенной. А Герта редко делает комплименты. Ищут самые опасные вещи во вселенной, значит, что ж, выходит, мы с вами слеп... Мы с вами слеплены из одного теста. Ты не туда пришла, кавка. Запрос на твой... на твой... запрос мы твой не примем. За один стол с тобой не сядем. Приятно было поболтать. Возможно, в следующий раз ты удостоишь нас личным визитом, и мы продолжим нашу славную беседу. Вы что-нибудь слышали о Луфу? Луфу Сен-Джоу. Один из флота шестых альянса Сен-Джоу. Мы слышали. Хм, наверняка вы не слышали, что сейчас он совсем рядом с вами. Всего в паре прыжков. Я уже не говорю о том, что 45 часов назад на Луфу взорвался Стелларон. Непредвиденная катастрофа, как думаете? Охотники за Стелларонами, что же у вас на уме? Альянс Сен-Джоу не будет с вами сесюкаться как мы. Под прицелом охоты вы сами уже больше не охотники, добыча. Альянс будет преследовать вас хоть до самого края вселенной. Хватит говорить загадками Кавка. Скажи прямо. Все просто. Этот Стелларон не имеет к нам ни малейшего отношения. Но Сен-Джоу убежден, что мы несем за это ответственность. Облачные рыцари схватили моего товарища Блэйда. Я хочу вернуть его, разрешить бедствие Стелларона и обелить наши имена. Нет, они ваше круг делага. Вот уж не поверю, что ты случайно появилась после взрыва Стелларона. Мы тебе не друзья. Почему нас должна волновать репутация охотников за Стелларонами? А что нам за это будет? Эй, зачем мы вообще ее выслушиваем? Альянс такой крутой, неужели он не разберется с одним Стеллароном? Мы экипаж Звездного Экспресса они профессиональные запечатывальщики Стелларонов. Конечно, вы можете оставаться в стороне, ведь Стелларон еще не загрязнил эту часть космоса. Вы можете совершить гиперпрыжок и оказаться в другом мире, но рано или поздно Звездный Путь здесь будет заблокирован еще больше. А знаете, что ждет вас в будущем? Если вы не отправитесь на Луфу, Стелларон поразит весь корабль и большая часть пассажиров погибнет. Отважные и бесстрашные первопроходцы, добродетельные и безымянные, неужели это оставит вас равнодушными? Твой друг Блэйд, ему тоже не спастись, верно? Без комментариев. Вот координаты, решать вам. У нас разные цели, но наши пути сходятся. До встречи. Март, позови Даньхана. Ну, она же сказала Март, почему я за ним бегу? Какое это наебалово. Ага. Ага. Ага, ты что тут делаешь? В душе не бо игра сказала иди сюда. Так, я ему уже все рассказала. И давайте договоримся, что мы все проголосаем против. я не собираюсь выслушивать указания от этой тетки. Ладно. А нахуя я сюда приходил? Никого не смущает то зеркало? Даньха, ну тебе все хорошо? Март, все рассказала, да? Все хорошо. Да, рассказала. Что ж, в таком случае, давайте проведем голосование, чтобы решить, как нам действовать дальше. Наша охотница за стеларонами утверждает, что на Луфу Цяньчоу взорвался стеларон. И мы находимся поблизости. Если мы отправимся на Луфу, возможно, нам удастся спасти множество невинных жизней. однако, так же возможно, что наша охотница за стеларонами солгала и использует нас в своих собственных целях. Ни я, ни Вальд, не верим, что она говорит нам правду, но мы не можем просто оставить эту информацию без внимания. Поэтому мы проведем голосование и решим, следует ли нам отправиться на корабль Сенчоу. Все, кто за, поднимите руку. Опущенные руки будут считаться голосом против. Три, два, один. Опустить. Три против двух. Кажется, большинство голосов за Сенчоу. Ты же сказала, надо проголосовать против. О, пожалуйста, успокойся и не бей меня сразу. А если она сказала правду и на корабле пострадает множество невинных людей, нам нужно подумать о других. Ого, из каких пор ты стала такой принципиальной? будет будет вам. Думаю, мы все уже привыкли к выходкам март. Итак, Даньхэн, ты остаешься здесь? Да, на этот раз я не пойду. В таком случае, Вальд, ты готов начать первопроходческую экспедицию? Я знаю, тебе давно не терпится, однако не забывай, что Келакера и Март под твоей защитой. Тебе не о чем беспокоиться. Пункт назначения Сенчоу. В путь! Поезд вот-вот совершит гиперпрыжок. Пять, четыре, три, два, один. Бзиньк! Че она там такое увидела? Ого, это что, корабль Сенчоу? Да он же больше, чем Ерила-6! Для Сенчоу корабли как планета. Земная среда это колыбель, которая позволяет цивилизациям выживать и развиваться. Некоторые из этих цивилизаций покидают Учидо и строят космические корабли, на которых отправляются в неизвестность. Альянс Сенчоу одна из таких цивилизаций. Я видела этот корабль лишь несколько раз, но он такой же великолепный, каким я его помню. Ты в порядке? Что это за приступ ностальгии и одиночества? Это Звездный Экспресс, повторяю, это Звездный Экспресс. Мы прибыли на территорию Сенчоу, запрашивая разрешение на посадку наземного контроля, то есть у мостика. Добро пожаловать в Порт Лофу. Приют Звездных Яликов. Пожалуйста, дождитесь стыковки. Пожалуйста, дождитесь стыковки. Пожалуйста, дождитесь стыковки. Заело шо? Ну, теперь ты знаешь, что я чувствую, когда ты меня передразниваешь. Чё? Что-то не так? Сигнал повторяется на нас, никто не собирается направлять в Порт. Может быть, охотница за стеларонами не соврала? На корабле Сенчоу что-то случилось? Боже. Ёбаная блядь байкера. Так, пердишу пиздец. Корабль прибывает во опустевший космопорт. Да, так начинается большинство фильмов ужасов. Не выдумывай. Пожалуйста, дождитесь стыковки. Пожалуйста, дождитесь стыковки. Пожалуйста, дождитесь стыковки. Кажется, это автоматический сигнал. Да, и до сих пор повторяется. О, вот. Нефритовые врата открываются. Луфу Сенчоу приветствует гостей издалека. Пожалуйста, приступайте к стыковке в соответствии с инструкциями. А? Это еще... Это еще автоответчик? Сигнал прервался. Видимо, мы больше ничего не добьемся. Нам нужно идти. Химака, ты тут не теряй бдительности. Не переживай, со мной Дэньхэн. У него глюки. Вперед, первопроходцы! Проверьте, что вы ничего не забыли. Да что я мог забыть? Пиздюхаем. Прежде, чем мы отправимся в путь, я хочу четко обозначить цель нашего путешествия. Охотница за стеларонами дала нам много поводов для размышлений и много поводов для сомнений. Но самая важная часть этой экспедиции это попробовать в местной вкусняшке. Ты только животом думаешь, а как же пофотографировать все эти красоты? Несомненно, у охотников за стеларонами есть скрытые мотивы. Однако, принимая во внимание их репутацию и акцент в словах Кавки, в том, что на корабле Сен-Джоу находится стеларон, у меня сомнений нет. Альянса и Экспресс ранее не взаимодействовали, поэтому нас могут встретить не самым теплым образом, но как первопроходцы мы занимаемся этим не ради славы или выгоды. Нам просто нужно сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Сен-Джоу и устранить источник бедствий. Помните, идя по пути освоения, мы следуем, понимаем, основываемся и связываемся. Да! Идем. там впереди. Ого, здесь столько контейнеров, что им не видно конца края. Здесь не принимают гостей, а выгружают контейнеры. Кто же нас сюда отправил? Такой огромный порт вокруг не душе. У меня аж мурашки по коже. Но кто-то же открыл нам ворота. Ну и прекрати болтать в фильмах ужасов, если кто-то вдруг появляется, обязательно плохой. Господин Янг, куда нам идти? Мы должны начать с человека, который открыл нефритовое врата. Если он настроен нетружелюбно, это облегчит нам задачу. Если он просто выполняет свою работу, мы спросим, что тут произошло? Господин Янг такой решительный. Это же господин Янг, для него это расплюнуть, ведь он столько всего пережил. Идем. И по сторонам не забывайте смотреть. Ладно. Среди пораженных Марой начало. так, а что-то пособирать? Так, может... может, разбить? О, да. бля. Чё там хуёво? Господин Янг, там раненый. Там впереди. ты тяжело ранен. Постарайся помолчать. Март, используй свой шестифазный лёд, чтобы остановить кровотечение. Полегче, мы не хотим добавлять обморожение к списку его жалоб. Уже бегу. Килокера, Март, в этом районе совсем недавно шли ожесточённые бои. Давайте поищем других выживших. Там вот они. Слушай, а ты чё такого? А? А чё сундук такой странный? И всё, блядь, не пускает. Сука. Стоп. Есть. И чё тут происходит? Повсюду раненая! Ну, не всё так плохо. Судя по тому, что мы видим, в сражении не пострадало ни одно гражданское лицо. Я предполагаю, что Сяньчжоу должно быть немедленно эвакуировал пот, оставив солдат разбираться с кризисом. Но что касается этих разъеденных коррозий монстров... А где монстры, я чё-то не втыкаю. Я уж готов разбить кому-нибудь ебало. разбивать пока нехому. О! Здорово, братишки! Нахуй на! А чё так быстро ушёл-то? Дынь! Хуерь, генералис Симус! Ждынь! Парни, а вы знаете, что вам пизда? Ебаш! Нахуй так сильно. На! Как страшно это было. Госпожа Тинь-Юнь, назад! Они уже поглощены марой! Мы их потеряли! Проклятие бессмертия... А-а-а! Оу! Оно у меня тоже есть. Нейвы, нужна ваша помощь! Смахнёмся. Благодарю за спасение. Почему нам никогда не доводится говорить это? Нахуй ушёл. Поражён и исцелён? Ох, ты шкурова тварь! А нафига нам с ним махаться, если он исцелён? А, то есть... Он не исцелён до нормального состояния, он снова готов махаться. Я понял. А что эти так быстро откисли? Бро, чей пизда! Госпожа Киньёнь, атака поражённых Марой была отбита, но поблизости могут таиться и другие опасности. Ситуация серьёзная, позвольте нам немедленно сопроводить вас обратно в комиссию по полётам. Успокойся, я всё поняла. С моей стороны будет невежливо просто уйти, не позаботившись о наших благодетелях. Меня зовут Киньёнь. Я посланница торговой гильдии комиссии по полётам Лофу. Могу ли я узнать славные имена моих героев? Славные имена? Конечно! Я Мартси! А это наш любимый господин Янг... Ой, то есть господин Вэльт Янг... А это... Ё, Человек Бита! Ой, Человек Бита! Какое героическое имя! Это Килокера, не бери в голову! Она вечно что-то выдумывает, когда представляется. Шёпотом пытаясь не попасть в очередной список разыскиваемых преступников. В следующий раз скажи об этом до того, как я представлюсь. Понятно. Что ж, спасибо, что пришли на помощь. Но я не понимаю одного. Зачем приют звёздных еликов изолирован? А вы не Сен-Джоу. Как вы здесь оказались? Если вы не сможете объяснить, то, боясь, облачным рыцарям придётся сопроводить вас отсюда. Да мои и им пизды вломим. Мы запросили стыковку в порту и не получили ответа. Но потом кто-то открыл для нас нефритовая врата. Когда мы прибыли, там никого не было. Поэтому мы стали искать дорогу сами. Как такое возможно? Мой корабль был последним пришедшим в порт перед закрытием нефритовых врат. Комиссия по полётам уже полностью закрыла приют звёздных яликов. Мы говорим правду. Вы можете убедиться в этом сами, проверив историю доступа к нефритовым вратам. Нам самим показалось странным, когда ворота открылись, но никто не вышел навстречу. О, вы со звёздного экспресса? Вы нас слышали? Ну, конечно, ох. Вы прибыли в неподходящее время. На корабле произошёл инцидент. Приехали ли вы отдохнуть и лечиться или торговать? Это сейчас совершенно невозможно. Для вашей безопасности вам следует поспешить в центральную гавань приюта звёздных яликов и укрыться там. Я отведу вас госпожа Юй-Куна с комиссией по полётам и пусть она решит, как действовать дальше. Мы кое-что слышали об инциденте на корабле Сянь-Джоу. Госпожа Тинь-Йонь, мы прибыли, чтобы помочь вам запечатать стелларон. Сразу видно у вас доброе сердце. К сожалению, я не могу ничего обещать. Вы чужаки, только госпожа Юй-Куна может обдумать ваше предложение. Не переживайте, госпожа Юй-Кун очень добрая. Идите за мной, я вас отведу. И всё. те монстры. Они не монстры. Не нужно принимать их за монстров, господа. Мы называем их пораженными марой. Бессмертием. Лед сам по себе материал нередкий, однако ледяные осколки, переливающиеся прищудливыми цветами несомненно остались от знакомой вам девушки. Да? А, боже, в этом смысле, господи, я думал я разъебала. Так, подожди, куда мне идти-то надо? Ага, то есть всё правильно. О, и вот это надо будет открыть по пути. Почему мы остановились? Там же впереди хуйня была какая-то. Не беспокойтесь, господа... Госпожа, я хочу кое-что вам... А, кое... Блядь, хочу кое о чём попросить. Что? Попросить? Я пас! А что если мы сделаем что-то не так и ты отправишь за нами своих облачных дружков? Ох, мне не нужно было в вас сомневаться, я приношу свои извинения. Наш путь заблокирован, видите? Солдаты здесь должны быть передвинули эти контейнеры, чтобы перекрыть дорогу. Давайте сдвинем. Хотела бы посмотреть, как у нас это получится. Они такие тяжелые, что мы одного сдвинуть не сможем. Я не сомневаюсь в ваших способностях, но мне будет неловко, если вы надорветесь. Если я не ошибаюсь, контейнеры в клади здесь зелени можно перемещать с помощью панели управления. Раз уж вы хотите отличиться, найдите панель управления и попробуйте ею воспользоваться. Это должно быть не сложно. Проще простого. Я таки знала, что вам не составит труда это. Нам просто нужно пройти здесь и сесть на судно до приюта звездных еликов и мы будем в безопасности. Окей. нахуй, нахуй, на. Интересно, они хотя бы раз меня коснутся. Наверное. Так, братишка, пизда пизда. Анька. Жмых! Хорошая чина. Да ладно. На. А, этот исцеляется. О, зырь, он жмыхнул. И мы его жмыхнули. Такс. И че я сделал? На сборочной линии размещаются различные грузовые контейнеры. Отрегулируйте положение грузовых контейнеров, чтобы заполнить брешь на пути или убрать препятствия новые прохода и открыть новые прохода. Ручное управление может внести лишь незначительное коррективу в грузовые контейнеры на сборочной линии. Индикаторы на панели управления и указываю диапазон незначительных регулировок, которые могут быть выполнены. Окей. Как далеко мы... Ага, ну дальше, я понял. Что я сделал? пройти по нему все, господи, доперло. Я что-то думал, загадка какая-то будет более хитромудрая. Вы упомянули стеларон. Вы работаете в комиссии по полетам. Полагаю, вы наслышаны о его разрушительной силе. путь священного гимна. так, а что тут? Бент из пепеляющего грома. Хорошо. про царь дворца чистотая. Отлично. Стоп, это, видимо, что-то не то. застойная тень. Ну, это якорь. А, видимо, это где-то еще... А, еще... Еще и тут. А, это еще и спуститься, подняться. Я понял. Тут? А тут ничего. Ты еще что за хуйня? Блять, в натуре, это что такое? А-а-а... Пизденька. Черт, засраки! Ну, ладно. Готовинька. Готовинька. Твоен... Так, ладно, давай, открывайся, замок. Опа! На-х, на. Хорошо жмыхнуло. Ебоньк. Большой ебоньк. Хуякс. Пиздык. Пиздык. Да ладно, эти выжили. Не совсем. Готовинька. Какие неделепые! Ебучие демоны! говно получите но допустим хуякс назад в будущее а вперед в прошлое меня в принципе сюда хорошечно бздыньк оу дорол бздыньк блин почему у него не хватает силы доволить потому что прокачать его надо так птичка давай пиздуй да блин еще хуйня какая-то нахуй на эти сразу откисли да и у якс так стоп что еще отдать сколько вас тут будет заебали есть подожди птичка а это не рубец жаль Давай пиздой. Ты ещё чё такое? Что? Гексанексус. Это космическое соединительное устройство, созданное таинственной организацией, входящей в комиссию по ремёслам. Он почти не привлекает внимания, потому что его трудно понять взаимодействуете с Гексанексусом. Ну, чтобы активировать его и решить головоломку. Поверните соответствующую сторону Гексанексуса так, чтобы физический блок Гексанексуса соответствовал пластинам с обеих сторон. Что? Окей. Так. Окей. 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 Блядь. А-а-а-а! Есть! Мммм... Нет, что-то не то. Блядь, хотел бы повернуть. Нет. Блядь, хуйня какая-то выходит. Подожди. Стоп! Э-э-э-э-э-э-э-э-э... Ну, а если я забираю, то он автоматически... А-а-а, теперь этот горит. Тот нет. Чего, блядь? Зелёный-то, блядь, только один. А-а-а, может его сюда загнать надо? Так. Е-э-э-э-э-э-э... Бля, я умный. Блядь, блядь! Блядь, блядь! Да, дайди, блядь! Пять... Спасибо, хули! Так, давай, е-башь! Куда ты там? Чё? Птичка, чё ты делаешь? Да ёбаный ты в рот Суп, мне просто интересно, что она делает Еееей Шляпа Сука, какая радость Эээ, подожди Эээ, камней не насыпало Жаль Так вот, вернёмся К прохождению А, я кстати Тут почти дошёл Окей, погнали Отлично Ууу, давай с этим смахнёмся Всем приготовиться Блять Сука, я не успел, не успел Я затупил, на какой кнопке у меня... Да. О, братаны, у меня для вас есть кое-что хорошее. Я затупил, на какой кнопке у меня пело. Запутался, доски где бывают. Не божь. А-на-да. У них вторая жизнь. Я бы сказал, это вторая полужизнь. Ну ладно. Пиздок. Блин, а чё так слабо? Да вы заебали, деда хуярить. А-а-а, сука, ты чё? Это типа мощный босс? Хуякс. Так, ну третий раз вы уже не выживите. Интересно, а генералу с генералом придётся махаться, нет? Блядь, да сколько в нём хп-то. Та штоп тебе ебали. Скотоблядок. Я тебя заковыряю ещё. Блядь, вообще хуёво. Да ты заёб. Ей, бой окончен. Уф, наконец-то, смотрите, сколько волос у меня из хвоста выпало. Ох, мой прекрасный хвостик. У нас было трудное начало, но теперь всё наладилось. А вот и елик, о котором я говорила. Ура, чёрт, я за рулём. Не так быстро, расслабьтесь и не переживайте. Все посланники знают, как обращаться со звёздными яликами. Но я и не переживала. Пока она не вызвалась помочь. Пожалуйста, займите свои места, мы отправляемся. Недоставленное письмо получено. Ладно. Какая-то чё за фигня? А, просто. Блин, упасть нельзя даже. Ну чё ты? Блядь. Ладно. Пока тут вроде больше ничего другого интересного нет или есть. Подожди, а если туда подняться, то есть. Форма сосульки. Форма сосульки. Ладно. Я, короче, предлагаю и сегодня на этом моменте останавливаться на форме сосульки. Продолжим уже в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Да. Пока! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»